Народная славянская радио Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Москве состоится осенняя выставка живописи московских архитекторов. По традиции дважды в год московские архитекторы демонстрируют произведения, созданные, как правило, в свободное от работы время. На выставке в Центральном доме архитектора можно увидеть не только живописные полотна столичных зодчих, но и графические листы, фотографии и другие произведения, через которые авторы выражают свое отношение к миру и искусству. Время работы. 14 ноября. С 12.00 до 18.00. С 15 по 25 ноября. С понедельника по пятницу. С 12.00 до 20.00. В субботу с 12.00 до 18.00. Адрес Центрального дома архитектора. Переулок Гранатный. Дом 7. Строение 1. Ближайшее метро. Баррикадная. В Москве также можно посетить выставку «Битва за Москву». Этот выставочный проект приурочен к 75-летию битвы под Москвой и знакомит публику с уникальными кадрами известных советских фотографов. С 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года продолжалась битва за Москву, результатом которой стал крах гитлеровского плана «Барбаросса». О подвиге советского человека и рассказывают фотографии военных летописцев. В экспозицию входит более 100 снимков, которые изображают выдвигающих орудия артиллеристов, защищающих столицу ополченцев, копающих противотанковый ров горожан, скрывающихся в бомбоубежище людей и другие эпизоды. Время работы выставки с 9 по 20 ноября со вторника по воскресенье с 12.00 до 21.00. Адрес Мультимедиа-арт-музея, улица Остоженко, дом 16, ближайшее метро Кропоткинская, парк культуры. В издательстве «Белые альвы» вышла новая книга Андрея Александровича Тюняева «Метафизика климата Земли». В книге автор рассматривает несколько версий формы планеты, представляя доказательства того, что Земля является несферическим телом, а также показывает, что глобальные климатические события, смены полюсов, потепления, похолодания и потопы могут являться следствием ритмичного поворота Земли вокруг своей оси. Книга будет интересна специалистам по физике Земли, космологам, планетологам, климатологам, политикам, теологам, историкам, географам, культурологам и другим. На Народном славянском радио был эфир, посвященный теме метафизики климата Земли, где Андрей Александрович подробно рассказал о версиях озвученных в книге, а также ответил на многочисленные вопросы слушателей. Запись эфира можно послушать на сайте радио в YouTube. Книгу можно заказать по интернету в издательстве «Белые альвы». Продолжим артефактами земель славянских. В Ирландии найден древнейший в мире отполированный топор. Группа археологов под руководством Эйми Литтл обнаружила его в древнем захоронении на берегу реки Шеннон. Установлено, что церемония погребения прошла между 7530 и 7320 годами до н.э. Человек был кремирован. Рядом с ним положили затопленный топор, который, как показал микроскопический анализ, по назначению не использовался. Ученые предположили, что его изготовили специально для похоронного обряда, и он символизировал смерть. Кроме того, были найдены остатки столба, установленного на могиле. Это тоже необычная практика для той эпохи. Возраст топора, как сообщается на сайте университета Йорка, превышает 9 тысяч лет. Находка может изменить взгляды на образ жизни древних охотников-собирателей. До сих пор считалось, что полировать топоры жители европейского континента начали около 6 тысяч лет назад. В Казахстане в одном из курганов Тарбогатайского археологического ряда обнаружены золотые изделия в виде безрогих оленей, бронзовые наконечники, украшения, бисер и останки древнего человека, который был подготовлен к бальзамированию. На сегодняшний день древняя история Казахстана восстанавливается благодаря археологическим исследованиям культуры Скифа-Сакского периода, которая известна знаменитым звериным стилем и сыкским золотым человеком. В скором времени еще несколько артефактов станут достоянием Национального музея Казахстана. Археологи после двух месяцев раскопок в Восточном Казахстане и последующих исследований в очередной раз пришли к выводу. Культура раннего Железного века обширно представлена в горах Тарбогатая. По словам главного научного сотрудника Института археологии имени Маргулана Эрдена Оралбая, снаружи курганы были каменными, а под каменным партером была обнаружена грунтовая насыпь. Подобная древняя архитектура уже встречалась на территории Казахстана. Она схожа с памятниками Житису, Семеречья, раннежелезного века. Для Восточного Казахстана такого рода памятники не характерны и встречаются впервые. Найденные бляшки в виде оленей ранее уже встречались археологам Казахстана. Такие украшения были характерны в скифо-сакских кругах раннего Железного века. Стоит отметить, что олени с согнутыми ногами похожи на найденные во время экспедиции Сергея Черника в 1960 году в долине Ширлыкты Цайсанского района. По словам археолога, олени сделаны из золота 920-й пробы с инкрустациями бирюзы. С 8 века до н.э., то есть с раннего Саксского периода, на территории Древнего Казахстана широко применялось в производстве золота. Еще Геродот в своих трудах писал об этом. Также указания об использовании золота упоминаются в китайских источниках. Эрдена Аралбай отметил, что перспектива раскопок очень большая, поскольку множество курганов еще не скрыто археологами. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Москве 27 ноября состоится концерт группы «Аура мира», где можно будет услышать новые песни, а также полюбившиеся песни славятся о любви, радости и свете. Концерт пройдет в Центре красоты и здоровья «Шамбала». Адрес город Москва, метро Пролетарская, улица Марксистская, дом 9, вход со стороны улицы Обельмановской, ориентиры, кинотеатр «Победа», Почта России, начало 18.00. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В Москве 19 ноября в Музей индустриальной культуры приглашает на праздник День Кузнеца. В середине ноября отмечаются Кузьминки, День Кузьмы и Демьяна, небесных покровителей кузнечного ремесла. На празднике можно узнать о жизни наших предков, об их быте, культуре, развлечениях в те времена, когда кузнецы были не просто мастерами, создающими уникальные вещи, а ремесленниками, без которых жизнь в деревнях и городах была невозможной. В программу праздника входят кузнечный мастер-класс, мастер-класс по чеканке, мастер-класс по кольчужному плетению, подвижные народные игры. Мероприятие состоится на территории Музея индустриальной культуры по адресу Москва, улица Заречья, дом 3А, метро Волжская, вход свободный. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 15 ноября, вторник. Как выжить в глобальных катастрофах на Земле. Автор соведущий Владимир Алексеевич Шимшук. 16 ноября, среда. Здоровая красота. Путь к молодости через природу. Автор соведущая Екатерина Александровна Матанцева. 17 ноября, четверг. Практика активации и синхронизации головного мозга. Автор соведущий Владимир Анатольевич Лукашенко. Начало эфиров 20.00. Время московское. Каждую пятницу в 12 часов по московскому времени в эфир выходит стол заказов и повторяется в 3 часа в субботу. По дальневосточному времени в 21.00 в пятницу и по вторым в 5 часов и в 12 часов в субботу. Вы можете поделиться хорошим настроением, передав теплые слова и красивую песню добрым людям. Напоминаем, если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Желаем всем добра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова